Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Цветовод! И это видео будет для архоманчиков, для моих любимых архоманов. Сейчас вам в кадре показываю, как распустился цветочек Splashes of Summer на дорощенном цветоносике. Вот он уже был отсвел, вот тут в каждой почечке были у него бутончики, он их все отсушил, а потом продолжил дорощивать цветоносик. Видите, еще два маленьких бутончика будут. Поэтому я очень рада, что этот сорт такой благодарный. Цветок, напомню, у него был практически 12 сантиметров. Но сейчас вот этот уже на дорощенном цветоносе раскрылся меньшего, конечно, размера, ну где-то, наверное, сантиметров 7 вот этот цветочек. Но очень такой фактурный, вот прям все вот эти брызги по краю, они все как выбиты на цветочке. Ну и, конечно же, очень яркий. Но сорт выгорает, к сожалению, да, этот сорт со временем теряет свои краски. И покажу, какой красивый у него бутончик. Вот бутон тоже с такими розчерками по краю, уже видно, каким он будет. Но сегодня я вам хотела еще похвастаться, почему у меня так активно орхидейки доращивают свои цветоносики. Вот еще пример. Это обычная белая мультифлорка. Она уже начинает отцветать. Вот тоже поскидывала бутоны. Но потом вот решила доращивать цветоносик. Так, сейчас вам на солнышко постараюсь показать. Вот, доращивает бутончики. Этот сорт, кстати, обладает нежным ароматом. Выдала еще один цветоносик, вот из пазухи листа. И на старом цветоносе, который замер, она его летом затормозила в росте, сейчас растит вот такое ответвление. Чем я добилась вот такого вот доращивания цветоносов активного? Это двумя препаратами. Первый препарат это монофосфат калия, который, доза этого препарата 1-1,5 грамма на литр воды. Разводите и вносите где-то, ну, раз за три подряд. То есть в три полива добавляете монофосфат калия. Потом смотрите, если эффекта нету, то делаете передышку, например, там на два полива чистой водой. Ну, к примеру, это у вас займет по времени. Вот если вы поливаете приблизительно раз в неделю свои орхидеи, то вот три недели вы поливаете с монофосфатом калия. Потом вы две недели даете растению отдохнуть. Если же нет результата, то повторяйте процедуру. Еще в три полива добавляете монофосфат калия. Или же используйте, как мне кажется, немного более эффективный препарат. Это Петерс для цветения. Вот такой препарат. Вот это 10-30-20. Это доза азота, фосфора и калия. Азота меньше всего, фосфора больше и калия чуть меньше. И его доза 1 грамм на 1 литр воды. И тоже применение написано 1 раз в 7-10 дней. Вот в таком порядке вносите. И рекомендую поступить так же, как с монофосфатом. Например, в три полива внесли. Потом дали чуть-чуть передохнуть растению. И опять в три полива внесли. Сейчас покажу вам еще результаты от применения этих препаратов. Это мой несменный красавец Зигапиталум, который цветет уже в третий раз. Он практически не перестает у меня цвести. Вот с весны, как он начал потихонечку выдавать цветоносы. Вот это уже третье цветение. Я ему вообще безумно рада. Мне кажется, это настолько благодарный сорт. Вроде как сорт Трози Блю. Но это так мне Яндекс.Поиск подсказал, что это такой сорт. На самом деле я не знаю, точно ли это он. Но по фото выглядит как он. И тоже эти результаты. Вот такое пышное цветение. Это все благодаря этим препаратам. Монофосфату калия и Петерсу цветения. И в этот раз, это вот уже третье цветение. Цветочек гораздо крупнее, чем был в прошлых цветениях. Я думаю, что растение уже как бы поднабралось этих препаратов хорошо. И поэтому выдало вот такое яркое, крупное цветение. Ну классный, вообще шикарный. Он мне очень нравится. И кстати, имеет такой сладенький аромат. Ну пахнет, как и большинство орхидей. В утренние часы в основном. Или на ярком солнышке. Вот тоже, друзья. Это сорт Summer Love. Но цветочек уже пожелтел, он начинает отцветать. Ну его в принципе можно снять. Но я просто вам для наглядности показываю, как выглядит сорт. Доращивает цветоносик. Вот бутончики. Все благодаря этим удобрениям. Поэтому пользуйтесь моими лайфхаками. Пусть у вас все цветочки активно и пышно цветут. Но цветение не только орхидей. Можно добиться монофосфатом калия или петерс цветения. Можно добиться цветения любых других комнатных растений. Вот, например, Антуриум Sierra Magic. У меня сейчас цветет. И вот еще бутончик на подходе. Да, конечно, цветочки меньше, чем были они летом. Но посмотрите, какие они глянцевые и сочные. Кстати, вот у сорта Sierra Magic у него должен быть вот этот початок красного цвета. Но я думаю, так как цветочек только раскрылся, он со временем наберет этот цвет. Потому что у этого сорта были цветы абсолютно красные. Но вот это уже отцветающий цветок. И у него початок позеленел. И покрывало соцветия тоже начинает зеленеть. Такой у меня хорошенький кустик. Но на листиках следы от обработок трипса. Трипса я протравливала на этом Антуриуме. И, кстати, достаточно успешно. Очень быстро от него избавилась. Никаких проблем не было у меня в избавлении от трипса. Несколько раз. По-моему, раза три обработала Доктор Фолли с инсектицидным эффектом. И трипса не стало. Поэтому этого вредителя очень легко побороть. Вот такие глянцевые красивые бутоны у Антуриума. Я бы завела себе большую коллекцию Антуриумов. Но, к сожалению, у меня уже просто некуда ставить цветы. Тут уже все битком набито. И колотейки, и орхидейки, и традисканцы, и все подоконники. Все заставлено цветами. Ну, я думаю, все цветоводы меня поймут. Еще вам покажу сейчас цветение некоторых орхидеек. Вот такая красавица у меня цветет. К сожалению, я не знаю название сорта. Вдруг кто-то узнает. Вы мне можете написать на такой-то минуте видео. Вот эта орхидея называется вот так. Я буду очень рада. И еще одну покажу. Тоже красивую. Вот они немного отличаются. Если вы подумаете, что это одинаковые орхидеи. Сейчас я вам постараюсь их рядом поставить. То нет, они разные. Разные по цвету и по форме цветка. Вот одной рукой не очень удобно. Вот эта такая более темно-бордовая, баклажановая. И более круглые лепестки. А у этой более вытянутые лепесточки. И преобладает белый. И цвет такой более кирпично-коралловый. Вот такой. И, кстати, тоже удобряла все теми же препаратами. Вот, пожалуйста, цветонос. Вот цветонос. Вот цветонос. Сейчас вам найду еще. Вот там цветоносик лезет. Все повыдавало цветоносы. Все орхидеи будут цвести. Но там пока еще не видно. Вот эта уже цвела. Надо будет удалить цветоносик. Поэтому, если мои советы вам полезны, то ставьте лайк, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!